Лекция, которую очень люблю, по навыкам публичных поступлений. Это немножко как бы не относится непосредственно к тому, о чем мы с Сашей договаривались, но если вдруг вам по какой-то причине узнать технологию, как довольно успешно поступать на сцене, я могу вам об этом рассказать. Потому что, на мой взгляд, в жизни самое главное – это как ты… Знаете, я не помню, кто, но я от этого от Василия услышал, очень простая тема, как отличить лидера от ведомого. Он мне говорил? Нет. Есть очень простая технология. Вот вы смотрите на толпу, на человека, как угодно. Как с первой секунды понять, кто лидер, а кто ведомый? Кто говорит, кто от лидер. Кто слушает, кто от ведомого. Поэтому самое главное в жизни, чтобы продвинуться, нужно найти свободу душу и начать говорить. Почему те люди, которые в школе ведут праздники, участвуют в КВА, не выступают с Ассоциацией, почему они обычно начинают как-то двигаться? Потому что они уже тогда начинают говорить, 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 говорить. «С рыбалки». Да, тут расстрелы. «С рыбалки». Так вот, я знаю технологию, по которой вы буквально за одно-два выступления научитесь выступать очень хорошо. Поэтому, если вдруг вам это будет интересно, то... Интересно, интересно. Нет, но я, например, на прошлом потоке минут сорок рассказывал о цифровых технологиях, объяснял, что все уходит в мобильный телефон, и через сорок минут девушка так поднимает руку. Такая, у нее злой артерийный. Я что-то не понимаю, когда противник меня. И как бы ей... Ну, она бы еще спросила, а про ламповые телевизоры, когда начнете? Вот. Поэтому, мало ли, вдруг вам совсем неинтересно и нет. Но начну я с цифры. Поскольку, как мне Саша опять же сказал, вы здесь все потенциальные руководители каких-то проектов, это правда и неинтересно. Это уже менее уверенно было. Я сейчас объясню. Поднимите руку те из вас, кто считает, что в нашей стране, помимо вас, еще очень много молодых людей, которые способны двигаться, что-то делают, что-то связывают. Вот вы все ошибаетесь. Я... Я сейчас не собираюсь вам льстить, я вам совершенно точно говорю. Вот чем быстрее... Вы вот так вот сядете и скажете... в США точно кроме меня никого нет. Вот чем быстрее... Нет. Сейчас главное не думать, что я шучу или еще что-то. Вот вам очень простой пример. Кто считает, что найти работу трудно? Кто трудно найти работу хорошего? Нет. Уже... Уже такие думают, так как будет. Сейчас подниму руку, опять скажешь, что неправда. То есть вы считаете, что найти работу легко? Нет, да? Хорошую? Я не знаю. Хорошую. Вот кто считает, что найти хорошую работу, резиснее? Хорошую, легко, оплачиваемую. Высокооплачиваемую. Вот у меня есть 10 вакансий на 250 тысяч. Это как? Хорошая работа? Да, хорошая. И я вам могу сказать, что я не могу найти ни одного человека, который соответствовал по середине, а нужен всего лишь менеджер проекта. То есть человек, который систематизирует работу сумасшедших товарищей, которые занимаются цифровыми технологиями. И все. Но больше ничего не требуется. Но таких людей, в Москве, по крайней мере, я найти не могу. И получается, что? Я сейчас, как бы, ну поскольку еще раз, вы, те, кто предполагается, могут реализовать свои проекты, у нас для этого есть как бы возможность вас поддержать, да? То я вам расскажу историю с самого начала. Для того, чтобы у вас было такое же понимание проблемы, как у меня. Где-то год назад мы задумались. Она такая неукомонная. Она все время будет говорить, да? Да. И Сирию. Все, и Сирию. Все, и Сирию. Все, и Сирию. Все, и Сирию. Ну, ты и спиры. Свою сифер будет тоже. Как со столом. Она будет на спиной ртом разговаривать. Так вот. Мы год назад задумались, а почему мы всей страной так долго находимся в какой... Ситуации. И начали искать ключи. Ну, кто говорит там у нас вот... Мы отставили. И мы нашли два ответа совершенно точных, которые нам никогда не позволят ничего сделать. Вот сколько бы ни стоили сколково, сколько бы ни собирались на семье. И есть две вещи, по которым наша страна проигрывает всем остальным. Америка, Китай и так далее. Вот как вы думаете, что это такое менталитет? Знаешь, вот потом говорят такие и когда мы говорят вот таки вот, проблему менталитета. Я сразу вспоминаю, был очень давно один КВН, и там вот был такой вопрос. Никто из нас его не видел. Мальчевицы говорят, что много масла, много ниги и очень крупных виноградов. Вот это примерно то же самое. Все в Крыму, все в Крыму и ничего не понятно, что металл где почему он виноват есть гораздо проще вот почта и дороги друзья вот вы говорите все последствия на самом деле все гораздо проще но опять же несколько раз и на суда и лень тоже не отсюда ладно я бы вам нужен правильный правильный эффективность это тоже стима смотрите вспомним как человек проходит школу в отличие от американцев питается против товарищ у нас образование это я закончил пятый класс я отучился семестр я получил диплом я ходил ну я же учил теперь почувствуйте разницу что говорит американец я умею теперь я научился вот это у меня мастер вот такое-то я знаю как вы чувствуете разницу между я же хотим а у меня тепло и я умею я теперь знаю как вот это сделать то есть наш человек измеряем такими временными показателями свой процесс обучения в итоге у нас в 11 классе чек говорит так куда-то куда-то что там сейчас нет так нет а еще дома строительство все я задаю вопрос а ты знаешь что немцы уже строят вовсю по миру заводы а на выходе энергия и практически под ноги вот что ты будешь делать через 5 лет когда нефть будет нужна только нашей стране у него такой ступор он же ответа не знает а выкручивается на улетает еще нескоро я думаю как бы в 90 году тоже думали что нескоро осветство и падается оно потом будет да чем все так вот теперь что получается дальше выходит одиннадцатый классик который себе говорит так пойду учиться туда или куда родительская то есть он не учился он не понимает у него нет какой-то направленности в итоге он выходит с вуза и говорит так не ну по специальности для работы точно не буду где там местечко он садится занимает место все сидит работать то он не умеет понятно он же не по специальности и у него мыслит так вот тот он кажется слабенький так и с вами будет сливать его первый солью солью вот что надо дружить так мы с ним про этого солью и начинается вся страна ну условно говоря со стороны начинает вот так вот работать вот я когда пришел работать вместо это знаешь ты не надейся тут от твоих подчиненные они работать не умеют но одну вещь они знают так что этого не знает не тут они все на другую их невозможно уволить только шаг дней а мы беременны ты еще один шаг она уже на больничном и вот то есть люди видят я думал что это как бы неправда она позволила себе ударить другую которая находилась на берем я попробовал ее уволить ну знаете детская игра прятки просто то есть я технически вот по документам я не смог это невозможно это да вот в результате что говорит чего что там не просто я не слышать то есть это как слушай ты будешь показать как ты это сделал я так на камеру опа жертва же есть акт заставляясь и пишут оооо ребята ну нам надо чуть-чуть поработать жертва же не сужились так вот так вот не суть суть в том что что говорит наш работник он говорит где мои деньги я же хотим где ты работаешь где ты работаешь ой я работаю с 8 до 6 а что ты делаешь работаю работаю что говорит американец я сделал в этом месяце вот это мы изобрели мы его совершаем я добавил то есть люди понятное дело он с пятого класса специализируется он с пятого класса понимает что вот физика него а химия его и он идет не просто в институт там мало кто ходит в институт он там скажем так в восьмом классе говорит вот есть питерс в университете вот там-то я поеду к нему учиться вот приезжают наверное какие-то к вам лекторы которые вам очень сильно нравятся и вы себе говорите так где он преподает я пойду к нему учиться и тогда все выстраивается конкретно есть человек со знаниями есть мастер который передает ему какое-то дело надевает и так далее и мы вдруг осознаем что если у нас будет там все продолжаться то нам какую тему ну чеку вот чеку на какую угодно по пути пошли учиться если для него важно просто посидеть а не приобрести компетенцию и потом ее что называется дарить получать деньги ничего не будет и нам показалось мы нашли решение мы сейчас устроим пропаганду и массово всем объясним что нужно учиться и работать тогда следующий вопрос который нас ожидал нам все эти школьники все эти товарищи скажут а делать это чё ну логично то есть вы скажете окей Алексей мы сейчас будем учиться потом а делать что? мы начали перечислять вот поднимите руку кто из вас верит что мы способны создать рано или поздно офигенный автомобиль лучше чем БМК а зачем ты посмотрел на остальные крючки можно вы ее видели? слышали на фотографии а там внутри движок какой нет так вот друзья мы подумали что наверное никогда мы не сделаем тут даем тогда наверное обращаясь в будущем я подумал мы наверное сделаем суперпокутер а вот когда мы вспомнили какой последний суперпокутер мы делали вот ну тот в подвале который на перпокарках такой огромный с такими лампами вот накроемся мы подумали что пока мы сделаем эти 42 ну на микрон или что там они сделают 22 мы сделаем 22 они сделают 12 ну вы знаете когда в Китае там все у меня практически 3 про край на сколько ну вы знаете ну вы знаете девушка подумала себе уже я здесь есть еще так вот я а мне нечем писать да вон доска вон Главное, чтобы теперь всё... Понятно. Семьи, наверное, если я вам буду писать. Так вот. Кто когда-нибудь видел китайские иероглифы? Не стоять, не сразу. Вы что-то слишком подвох. Кто знает, как по-китайски будет... Один. 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 Окей. Вот, смотрите. Сейчас. Один. Просто вот такая вот. Так получится. Так. Один. Уписанная в квадрате. Ну, квадрата нет, ну, визуально, да. Как будет 10? Насколько? Вы думаете, о нем это вот ясно? Насколько мне известно, это вот такая вот типа буква Т. Ну, я сейчас схематично уже пишу. Ну, потому что, насколько, опять же, неизвестно, это китайский иерог. Десятый иерог с копьем, десятый иерог с копьем. Вот. Так вот. Возникает вопрос у русского человека, который учится китайским иерогом. Есть там какой-то иерог, да? Словно говоря, я его здесь так вот так напишу. И есть еще один такой иерог? Возникает вопрос, когда, ну, например, одиннадцать. Это понятно, что палочка плюс вот этот, да. Что у нас возникает? Мы должны в один квадратик, то есть сначала мы научились писать размеренно все в этом квадратике. А теперь нужно их оба вместить сюда, пропорционально. А есть и три зната. И у человека, который не знаком с этой письменностью, возникает вопрос, а как это? То есть как-то уменьшились? Если мы сейчас и ту, и другое уменьшим пропорционально, у нас остается полуклютный свободный. Куда их девать? Я это к чему? Представьте себе, насколько круто в письменности заложено то, как китайцы воспринимают вообще всю свою жизнь. Сейчас объясню. Мы сюда с вами очень легко десять иероглифов в один квадрат не вместим. Они вместятся. Поэтому они и живут так. Они способны на маленькой территории вымещать большое количество людей. То есть даже здесь, даже исходя из письменности, строятся вот почему они быстрее овладевают нанотехнологиями. Потому что они умеют сжимать, они умеют масштабировать, они меньше смотрят. Шаги, короче. Я не говорю, что у нас все потеряно, надо нам как бы не выиграть. Но просто вам так, на заметку скажем так. Вот. И мы начали думать о том, а что можно предложить всем вот прямо сейчас вам. Вот прямо вы сегодня можете стать самыми крутыми в мире. И получать много денег. Как вы думаете, как? Такие все думают, ну если бы мы знали, то вы бы что. Или, конечно. Но, по-моему, ответ на поверхность. Вы знаете, мы в нашем проекте придумали одну вещь. Я это на ваш суд предлагаю, собственно говоря, вы можете это обсудить и мне сказать, что это правильно или неправильно. Мы решили, что в мире должно быть несколько брендов остаться. Ну таких крутых. Первый бренд, наверное, это Made in China. Вот пусть все будет Made in China. Второй бренд – Made in USA. Пусть все остальное будет Made in USA. Пусть все остальное будет Made in USA. Когда возникает вопрос. А, вража-то где? Нет. И мы вдруг очень четко поняли, что было бы очень круто, если бы весь мир знал только одну фразу. Дизайн и бренд. Пусть они делают. А мы вот это делаем. Мы создаем. Мы показываем как. Мы визуализируем. А они делают ручками. Ну это примерно как человек, который руководит заводом, он же ручками эту сталь не льет, а там кто-то ее под страхом жизни и смерти выливает. Мне кажется, что это достаточно крутой бренд. И если мы найдем способ как его реализовать, мы всех победим. Так вот. Мы очень четко поняли, что будущее, где бы оно, о чем бы мы с вами говорили, находится в интернете. Сегодня за одну ночь можно стать знаменитыми популярными. Представьте себе, сколько вам нужно, чтобы открыть свое дело. Вы должны сначала дойти до налоговой. Там увидеть очередь вам уже станет страшно. Потом пройти внутрь. Вам скажут, что у вас не хватает из 199 бумажек. Потом выйти все... В общем, да. Вот, видите, человек сделал, но он только забывает, что налоговая, налоговая рознь, и ты можешь дойти до налоговой. Потом эти 500 человек выстоять. Ну, я имею в виду, что у вас какая-то тоже такая налоговая, которая засовывает денежку оттуда. Оттуда. Вежливая девушка, говорите. У нас сколько парень? У нас сколько парень? У нас сколько парень? У нас сколько парень? Сколько парень? Не, 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 не. Я сейчас не об этом. Я думаю, что вы преодолели этот этап. Дальше вы должны заплатить налоги. Дальше вы должны вообще как-то созмерить эту деятельность и сделать так, чтобы не оборудить. А в интернете, скажу вам по секрету, ну, как бы там мало какие законы действуют, там вообще можно магазин свой, огромный магазин открыть заодно. С огромным ассортиментом. И начать торговать уже на следующем. Представьте себе, вы сегодня хотите стать популярным телеведущим. И вы такие, ну, сейчас я на урты приходите, и вам чай отнеси, пожалуйста. Если вы пять лет носите чай. Ну, кто-нибудь когда-нибудь пробовал стажироваться на ОРТ? А не окна? Сразу в эфир, да? А не берете. А здесь вы берете вот такую камеру, которая стоит максимум 19. 990. Идет. Найдется один, который все испортит. Подыграть я не мог, что ли? Ты? Я не могу. 율як?